Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 4 июня. Своё название крейсер получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны, 1853-1856 годы. Строительство корабля началось, 23 мая, 4 июня 1897 года в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи Новое Адмиралтейство. Крейсер «Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903 года вступил в строй боевых кораблей флота России. В период русско-японской войны 1904-1905 годов крейсер принял боевое крещение в Цусимском сражении. Вернувшись на Балтийское море, он долго плавал как учебный корабль, на котором проходили практику гардемарина морского корпуса. В период Первой мировой войны принимал активное участие в боевых действиях на Балтийском море. В 1917 году экипаж «Аврора» активно участвовал в февральских и октябрьских революционных событиях, а также последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. В 1922-1923 годах крейсер стал учебным кораблем, на котором до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ. В ходе Великой Отечественной войны во время Ленинградской блокады «Аврора» стоял у стены в порту Арненбаума, ныне город Ломоносов, и подвергался фашистским обстрелам и бомбардировкам. В 1948 году крейсер был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии его превратили в корабль-музей. По сегодняшний день крейсер является филиалом Центрального военно-морского музея. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!